Вам, ребята, всем нашим слушателям и всем, кто будет смотреть нас в записи. Сегодняшнее... Еще прошу сейчас микрофона вам отключить, а когда будете говорить, да, включить, чтобы эхо не было. Даниилу тоже можно. А как надо, сразу включайте свой микрофончик. В принципе, сегодняшняя наша встреча для старшеклассников и их родителей, которые определяются с выбором своего будущего направления в обучении. Но и особенно те, которые очень любят языки и хотели бы связать свою жизнь именно с изучением иностранного языка. Понятное дело, что готовятся поступать, и когда ребята помладше, они... Кем хочешь стать? Переводчиком, да, допустим. Ну, наверное, единственная профессия, которую понимают, зачем нужно знать язык. Ну, в лучшем, во втором случае, там еще могут сказать учителям, да, иностранного языка. И подрастая, начинают искать институты и смотреть факультеты, да, какие есть. И встречают там незнакомые, довольно непонятные слова. Лингвистика, востоковедение и так далее. Там очень много, я не буду их перечислять, да. И зачастую, даже порой нам, родителям, так же непонятно, что это за отделение. Если можно, мы, ну, можем понимать, разобраться, что именно там будет изучаться, да. А какая будет профессия, а что делать дальше. Вот, это не всегда понятно ни школьникам, ни взрослым. Вот, так вот, как раз сегодня я вас пригласила для того, чтобы вы смогли ответить на вопросы и помочь молодым людям с выбором и с пониманием, да, что есть эта профессия, что изучается, как изучать. И сегодня я представляю своих гостей. Это моя ученица Анастасия и ребята Александр и Даниил. Ребята, ребята, выпускники Иркутского государственного университета. Да, вообще этот институт имел, имеет богатую историю и традиции. Это был одним из ведущих, является до сих пор одним из ведущих институтов иностранного языка имени Хоша Нима. Просто переходил, становился филиалом московским. И сейчас, ну, ребята, когда будете говорить, сейчас меня поправите, это является отделением, да, государственного университета Иркутского. Вот. Поэтому, ребята, вы можете теперь включить микрофон и представиться и скажите, как вы выбрали эту профессию и как именно вы выбирали факультет и этот институт? Что было в приоритетах? Вот. Расскажите свою историю. Включайте. Даниил, вам дают первому право. Включайте микрофон. Спасибо. Ну, давайте еще раз познакомимся. Меня зовут Даниил. Я выпускник, да, я действительно выпускник Иркутского государственного университета. Филиала иностранных языков и медиакоммуникаций. Кажется, я уже даже подзабыл немножко полностью название. Профессию я выбирал, наверное, в школе. Я думал всегда, чем я хотел, конечно же, заняться, задавался этим вопросом. И, знаете, я всегда хорош был где-то вот в иностранных языках. У нас в школе был английский. И я подумал, почему бы мне не поизучать другие языки? Например, какой-нибудь вообще сложно взять язык, китайский, например, какой-нибудь. И начал смотреть вообще, какие институты есть у меня. То есть я сам не из Иркутска. Сам я проживал долгое время в городе Черногорске, в Хакасе, южнее Красноярского края. Ну и, соответственно, я искал поблизости, какие есть вообще институты. Многие институты предлагали в качестве второго иностранного языка и в качестве переводческого именно направления французский, немецкий, то есть европейские направления, которые были не совсем мне на тот момент интересны. Мне хотелось взять какой-нибудь челлендж, знаете, вызов себе. И плюс еще у меня были, скажем так, небольшие поездки в Иркутск, которые мне очень понравились. Мне очень понравилось на Байкале. Я захотел вдруг жить где-нибудь поближе, на берегу Вайкала в то время. И пал выбор, собственно, мой на именно Иркутский государственный, тогда еще лингвистический университет. И, соответственно, я пошел, изначально нам давались выборы языков из тех, что мы, собственно, выберем. Я выберал тогда китайский, японский и корейский. И уже при распределении нас уже, грубо говоря, там направляли на тот или иной язык. И, в общем-то, волей судьбы мне получилось так, что я на китайский не попал, но попал в замечательную группу японского языка, познакомился с ребятами, влился в, скажем так, общество, культуру и понял, что это мое. Я хочу дальше развиваться в этом направлении, именно в японском языке. Спасибо. Здорово. Я продолжу. Александр скоро к нам присоединится. А пока я напомню всем, как меня зовут. Я Анастасия и являюсь одногруппницей и Даниила, и Александра. Мы вместе учились в одном университете, в одном институте, в одной группе, на одном направлении, на одном языке. Я точно так же изучала японский язык. И, наверное, я была одной из немногих, кто случайно попал в группу японского языка. Изначально еще с самой школы я точно знала, что свою жизнь я хочу связать именно с языками. Судьба сложилась так, что я была непосредственно ученицей Ларисы Васильевны, которая дала мне просто прекрасную базу в знании английского языка, что позволило мне поступить на бюджет. И когда мы писали заявление на то, чтобы выбрать какой-то еще один язык помимо английского, я как раз-таки не писала японский. Я писала там приоритет китайский, испанский и что-то было еще. То есть я больше ориентировалась на какой-то мейнстрим, что ли, в тот год прямо китайский, прям был такой бум, прям взорвался, естественно. Ну, испанский, потому что он один из самых популярных языков в мире. И так случайно получилось по распределению, что меня отправили на японский язык. Я, в принципе, была этим довольна. И на самом деле уже буквально с первой недели обучения я поняла, что я действительно нахожусь там, где мне очень-очень нравится. Мне очень нравятся и люди, и преподаватели. И то, в принципе, что мы изучаем, как мы это изучаем. И я точно знала, что в будущем я буду это использовать. И Александру передаю слово. Добрый вечер. Меня зовут, как вы уже поняли, Александр. Так, что касается университета, я попал туда абсолютно случайно. После школы я вообще прошел учиться на физико-математический факультет. Поручился там полтора года. Потом понял, что это не мое. И причем во время обучения на физико-математическом университете я начал инфицироваться японским. То есть, ну, началось, наверное, банально, как с аниме. То есть, начал потом самостоятельно изучать японский язык. Понял, что мне это нравится. И самостоятельно изучать его как-то сложно. Еще почему бы не пойти в университет. Тем более, я как раз из Иркутска. И поэтому выбора университета у меня особо и не было. Вот, получается, сдал все экзамены повторно. Уже потом подал заявление как раз в Иркутский ИНИАС. Я вот не помню, на какие языки я подавал, но японский, корейский точно. Но у меня все-таки была главная цель именно японский. Потому что я уже в это был более осознанно. Я понимал, что это такое. И, в принципе, вот эта база, которую я сам нарабатывал самостоятельно, она мне потом пригодилась. То есть, в первое время я немного пережал других учеников, ну, студентов. Это правда. Да. Легче было. Ну, да, потому что я знал азбуку, простейшую грамматику. Поэтому, когда основные ребята изучали основу, базу, я в это время уже занимался такими мини-переводами. Да, был старт хороший. Спасибо большое. Меня здесь могут шапками или помидорами закидать родители. Но я бы хотела сказать вот здесь про пример у Александра, что полтора года, да, отучившись и понял о том, что это не твое, да, поменял решение. Ис, ис, посмотри. Ну, дальше мы будем знакомиться с ребятами. И они расскажут о том, как продвигается их карьера. Да, и как была учеба, да, что это совсем не страшно потерять один-два года, да, из жизни, как говорят многие. Ой, я же проучился там столько. Как же теперь менять? Но если ты понял, что это не твое, лучше сделать это, да, выбор этот вновь и пойти туда, где тебе комфортно, где ты знаешь, что ты раскроешь свои таланты и где твое будущее. Потому что, ну, не у каждого это приходит в 10-11 классе, правда? И вы заикнулись о том, что был хороший старт с языками. И нужно сказать, что все вы поступали на основе английского языка, да. То есть в институт вступительные экзамены по ЕГЭ английский язык, русский язык и общество знания, по-моему, да, было у вас. На тот момент на самом деле была история вступительных, то есть английский, русский и история. Общество знания уже ввели потом. Сейчас, да, на самом деле при поступлении в любой языковый институт требуется общество знания. Да, это случилось буквально в 19-м, наверное, году. Еще в 18-м году институты все были очень разношерстные. И на лингвистику в разных институтах поступали с разными экзаменами, что делало очень сложную подготовку школьникам. Какие-то нужно было сдавать историю, где-то нужно было общество знания сдавать. И были, и есть, наверное, сейчас еще тоже есть, литература даже требуется для поступления на английском. Вы проговорили, что в институте очень много языков. Это действительно так. Там очень большой спектр европейских языков и восточных. Очень большой. Конкурс тоже очень большой. Что дает свои преимущества и плюсы, и бонусы институту. Скажите, вот как помогает вообще знание английского языка? Помогали в институте учить или нет? Расскажите о том, как построены были особенно первые годы обучения. Потому что, смотрите, у вас все-таки больше лет, так сказать, вы учили английский. Поступали с очень хорошей базой английского языка. Но сейчас в вашей жизни в основном японский. И из разговора с Анастасией я знаю, что Настя говорила, что я увереннее себя чувствую даже в японском больше, чем в английском. Да, вот расскажите, сколько часов, как вы учили, вот, как осваивали с нуля японский? Ну, Саша был плюсик. Японский язык... Я начну, если что. Ребята меня потом... Так как японский язык в качестве восточного языка у нас был основным, то есть восточный язык не может быть вторым языком. Он у нас был первым. И именно с его изучения у нас начался первый курс. И первые полгода, либо год, у нас английского не было вообще. Поправьте меня, пожалуйста. Полгода, по-моему, не было у нас английского. Да, только год не было, да, Данил? Я на самом деле не помню. Мне казалось, что все-таки было, я знаю, английский, но в очень маленьких базированных количествах. Как минимум полгода его точно не было. То есть он начался либо со второго семестра, либо со второго курса, вот что-то вот такое. И с самого первого месяца обучения, с первого курса, с первого семестра нас прямо очень сильно направили на изучение японского языка. И если говорить о количестве часов, которое было там в неделю, да, имеем в виду, что в неделю, не в месяц, в неделю было 13 часов, 13 пар японского языка. То есть это, конечно же, не так, что 13 пар чисто там японской грамматики. Это было такое, что там были пары и грамматики, пары отдельные аудирования, отдельные пары по культуре Японии. Вот такие вот вещи были абсолютно разные, да. 13 пар, грубо говоря, разделим на шестидневку, то есть это минимум два урока японского каждый день. Вот. И это было, на самом деле, очень здорово, потому что это было такое прямо полное, тотальное погружение. Через несколько месяцев у нас еще присоединилось к основному количеству преподавателей, русскоязычных преподавателей. У нас еще присоединились сами японцы. И абсолютно каждый год либо меняется японский преподаватель, либо еще добавляется новый дополнительный. И это тоже дает свои определенные преимущества, потому что все-таки то, как говорит русскоязычный, то, как говорит японист, немного может все-таки отличаться от того, как говорит настоящий носитель японского языка. И это очень здорово, что есть такая возможность послушать носителей. И я думаю, что это касается не только японского языка, но вообще, в принципе, различных языков, которые представлены в этом университете. Плюс к тому же было очень здорово, что университет участвует в различных программах по обмену. Соответственно, было огромное просто количество иностранцев, которые обучались в университете. Они учили там русский язык. Ну, а мы вот, те, кто изучали какой-то иностранный язык, могли, имели возможность попрактиковаться в спикинге, в говорении с иностранцами. Так. Пока Настя вспомнит еще что-нибудь. Расскажите про стажировки. Ну, на самом деле, если говорить про пары, действительно, были очень разнообразные в этом плане. Пара, если ты не только, ты сидишь, зубришь иероглифы. Кстати, иероглифы вообще первые полгода, даже если не давали нормально, потому что еще сначала там базу надо было выучить, грубо говоря. Но разнообразие заключалось не только в типах уроков а-ля грамматика, вот вам говорение, вот там аудирование, вот там то-то. А еще и были так называемые пары, где мы культурно погружались в, скажем так, в изучаемую страну, потому что без этого изучать язык мы никак вообще. Мы делали на парах оригами, готовили суши, общались и играли в традиционные японские игры, слова и так далее. То есть это были не только какие-то скучные лекции, но и вполне себе необычные, интересные и забавные, собственно говоря, пары, за которых мы также получали удовольствие. Костюмы. Еще я видела у вас фотографии в костюмах во время института. На самом деле по поводу костюмов, конкретно на направлении японский язык постоянно, каждый год есть несколько мероприятий ежегодных, они очень классные. В частности, это так называемый спич-контест. Это конкурс выступлений на японском языке, который проводится в несколько этапов. Начинается все с внутривузовского спич-контеста, где соревнуются между собой студенты разных курсов. Затем следующий, межвузовский, где собираются ученики с города Иркутска, с Иркутской области, с Красноярска многие приезжают. Возможно, еще с каких-то других городов, не помню. Далее победители этого уровня проходят дальше на, если не ошибаюсь, российский этап, что-то вот такое. И, по-моему, там еще один какой-то следующий этап есть, не помню. Вот я, в частности, участвовала в спич-контесте и на третьем курсе я как раз-таки ездила уже на третий этап, который был всероссийский уровень. Но дальше пройти мне не удалось, к сожалению. Это замечательный опыт и достижения. Да, да, согласна. Это, на самом деле, было очень здорово. Помимо спич-контеста ежегодно проводятся караоке на японском языке. И когда я об этом услышала, я была, если честно, удивлена. И я вообще не представляла, как это происходит. И имеет ли это, в принципе, какой-то спрос среди японистов. Потому что, ну, как бы, караоке на японском языке, я думаю, многие слышали различные опенинги, там, заставки в аниме. И там такие песни, которые достаточно сложно, как бы, воспроизвести самостоятельно. А тут прям каждый год огромное количество участников. И все и поют, и танцуют, и какие-то вот свои номера представляют. И это вот прям такой бум японской культуры, прям очень здорово. И особенное удовольствие, на самом деле, всем русскоговорящим доставляет, когда японцы, которые приезжают и изучают русский язык, когда они тоже выходят на сцену и начинают исполнять там какой-нибудь «Ой, мороз, мороз!» «Ой, это вообще очень здорово!» Ну, и сами по себе на кафедре мероприятия различные тоже проводятся. А тут уже в зависимости от того, на что способна фантазия педагогов. Вы заикались про стажировки. А, и еще, вот вы, понятно, вы с японского отделения все, да? Таким образом проходят занятия и на других языках? Погружение и так далее, страноведение, вот это все. Да, у нас тоже периодически было такое, что мы принимали участие... Ну, как бы восточники – это такие люди, немножечко обособленные от всех остальных языков, но, опять-таки, мы тоже принимали участие в некоторых мероприятиях, которые проводились не только для языков восточных, но и для европейских тоже. Это были различные вечера, что-то типа там киновечер, какой-то поэтический вечер, такое тоже было. Были мероприятия, которые проводились вне университета, то есть, не знаю, можно ли отнести к этому дни открытых дверей, просто они проводились не так, как можно себе представить, они были действительно особенными. Очень часто проводились мероприятия в библиотеке Молчановки. Там тоже очень-очень высокий был уровень проведения мероприятий. То есть, абсолютно каждый язык располагает каким-то своим набором мероприятий, развлекалов, в которых ты можешь поучаствовать, проверить там, проявить себя, возможно, где-то засветиться, и тебя там засветился здесь, засветился здесь, и тебя, хоп, кафедра начинает направлять на какую-нибудь работу, на волонтерство, где ты можешь проявить медицинские навыки. То есть, есть возможность практики уже во время учебы в институте. Да, сто процентов. На самом деле, чем чаще вы проявляете какую-то активность, чем чаще вы вылазите и заявляете, что вот он я, я могу, я делаю, даже если что-то не получается, я все равно пытаюсь, тем больше вас видит кафедра, тем больше вас видит университет, и тем больше вас направляют на различные стажировки, на различные работы. Вот я думаю, Данилу будет очень интересно поделиться историей насчет театра. Данил просто у нас был одним из самых открытых людей конкретно на нашем курсе, вообще, по-моему, в принципе, из всех японистов. Давайте послушаем. Ну, если конкретно говорить про стажировки, да, то есть, если говорить про стажировки именно по рабочему, то на самом деле есть достаточно много направлений и компаний, которые сотрудничают с кафедром лингвистики в том числе, и в том числе и с японской кафедрой. Про свой опыт, да, я могу сказать, что действительно у меня был классный опыт в конце второго курса, если я не ошибаюсь. Это было меня и также девочку из четвёртого курса. Пилипона под меня была третьего. В общем-то, несколько учеников пригласили на стажировку в театр имени Вампилова. Это один из главных театров в Иркутске. Тогда проводился огромный международный фестиваль театральный. Соответственно, приезжала группа японцев, театров из города Канадзавы, по-противому городу Иркутска, со своим, конечно же, выступлением. И на тот момент им не требовалась, конечно же, помощь в сопровождении, в переводе каких-либо, скажем так, цитат или ступительных слов, в переводе в процессе рабочем. То есть при установке сцены, при установке декораций, света, настройки и при взаимодействии, конечно же, с другими людьми, другими режиссёрами или же просто фанатами театрального искусства. Я помню, как это было. На самом деле, такие мероприятия часто берут старшие курсы. Но да, вот, как она себя сказала, поскольку я был весь такой активный и так далее, я участвовал и в правкоме на тот момент, меня позвали, собственно, за в кафедры, за неимением других, видимо, каких-либо студентов, помогать вот ребятам из театра города Канадзавы. Тогда они проводили, то есть мы везде сопровождали абсолютно их по всему городу. Мы помогали им как в организации мастер-класса в переводе, то есть выступал режиссёр, соответственно, это был уже последовательный перевод, причём на такую непростую тему, к которой нас не готовили, к которым пришлось готовить самостоятельно, ибо, ну, скажем так, ко всем жизненным ситуациям невозможно подготовиться. Это такая, ну, скажем, судьба переводчика. Быть готовым в последний момент только. Соответственно, мы помогали с установкой технического оборудования, да и просто проводили свободное время во время экскурсий по городу или вне города. Мы также очень активно помогали японцам. Это было на самом деле достаточно тяжело и изнурительно. Я бы даже назвал это своей первой работой, потому что, ну, действительно, пришлось поработать. Причём 24 на 7 к вечеру мы уже с моим сэмпаем были просто уже на изнурении. Мы не просто поспать хотели, мы с ног валились. Вот, а люди всё ещё хотели поболтать, ещё пообщаться там с японцами. Ну, а мы были, естественно, вот этим вот мостиком между людьми, без которого им было просто не обойтись, потому что, ну, на английском, да, особо даже с ними не... Ну, можно было, да, но взаимопонимание было бы не таким, как через переводчиков. Вот. В общем-то, это был один из таких классных опытов. Потом мне довелось участвовать также. Правда, здесь уже через студенческие знакомства в тоже небольшой стажировке на фестивале деревянных скульптур. Также я сопровождал японцев, которые приезжали в деревню Савати, в Кунеберко, это Иркутская, на международный фестиваль. Помогал я им, собственно, в принципе, ну, также в адаптировании, то есть если необходимы были какие-либо инструменты, также я переводил описание этой скульптуры, которую они делали на конкурс. Помогал в переводе интервью, в том числе для телевидения, и, собственно, полностью сопровождал. Это была вообще полевая работа, то есть я находился на такой, знаете, площадке, где все в руках у всех бензопилы, и ты через звук это пытаешься что-то перевести и вообще что-то услышать. Вот. Но это был, на самом деле, замечательный опыт, потому что тогда я работал не только с японцами, и мне удалось познакомиться вообще со всей международной командой этого фестиваля. Люди были из Германии, Австрии, Франции, Испании, то есть со всех уголков мира. Мне удалось, конечно же, пообщаться. И там было очень много наших студентов, китаистов в том числе, которые помогали все это организовывать. Супер. Я уже захотела. Еще раз поучиться. Еще немножко хотела добавить. Вообще, в принципе, прелесть Иркутского и НИАЗа в том, что какие бы мероприятия ни проводились, возможно, даже на городском каком-то уровне, в особенности, когда приезжают какие-то иностранцы, всегда всех студентов направляют их сопровождать. То есть сопровождать, показывать город, как-то с ними коммуницировать, помогать иностранцам как-то выживать в условиях русскоязычной страны. И это очень-очень здорово. То есть возможность есть у всех. И более того, опять-таки, к вопросу того, что нужно быть достаточно активным и проявлять себя, у нас было даже такое, что та самая девочка с Эмпайс, которая работала с Даниилом в театре, на четвертом курсе, если не ошибаюсь, была приглашена нашими преподавателями работать уже в качестве синхронного переводчика на каком-то форуме. Я, если честно, не помню, что это за был форум, но с синхронным переводчиком. Это прям уже очень серьезный уровень, на который, как мне кажется, не каждый четверокурсник решится, а может быть, и не каждый взрослый. Настя, сейчас скромничаешь, но у тебя ведь тоже был опыт синхронного переводчика? Расскажи немножечко. Насчет синхронного, наверное, это сильно громко сказано. Но без подготовки ведь. Да, да, было такое. В принципе, мой такой первый прям серьезный переводческий опыт, который я получила, был на третьем курсе. В начале третьего курса вообще, в принципе, как дисциплин, в качестве дисциплины перевод-переводоведение мы начали изучать только в третьем курсе. И вот только-только мы начали, и я тут же уехала в Японию на стажировку, и там появилась возможность попереводить. Это должен был быть ужин, на который к японцам приехали ангарские школьники. Мы были тогда очень удивлены, почему это школьники должны приехать на ужин к губернаторам, мэрам и так далее. И только за день нас предупредили о том, что это, оказывается, приедут не школьники, это приедут различные политики, наши местные главы городов и так далее. И у меня так сразу мысль была, а можно отказаться? Я такие, нет. Я такая, черт. И в итоге я писала мой первый профессиональный опыт, где я не просто попробовала себя в качестве переводчика, но еще и мне заплатили за это деньги. Поэтому это была настоящая работа прям. И, знаете, иногда, возможно, это сейчас будет слишком эмоционально окрашено, но все же я должна это сказать. Иногда, вот, мне кажется, каждый из нас слышал такую фразу, что если ты хочешь, скажем так, взмыть к звездам и стать профи в каком-то деле, тебе нужно сначала очутиться на самом дне. Это стало той самой моей отправной точкой, когда я почувствовала себя такой незнающей, ничего не умеющей, но я все равно пыталась, как бы я смогла наладить какую-то коммуникацию между участниками этой встречи. Но тогда я поняла, сколько же всего я могу еще изучить, сколько ему научить. И когда я вернулась уже в Россию, я тогда вгрызлась прямо в дисциплину перевод, и это стало одним из моих любимых направлений, одно из моих любимых занятий. Да, выход из зоны комфорта, да, когда почувствуешь себя совсем некомфортно, заставляет нас двигаться дальше и развиваться. Действительно. И про Японию. Можно ли всем оказаться и учиться в Японии, или в Китае, или в других странах, которые изучаешь язык? Как туда попасть? И что это за программы такие? Расскажите. В Японию на самом деле можно попасть. Даже сейчас, даже в таких условиях, как и мы сейчас геополитически, скажем так, находимся и в Китае, и в Корею с помощью стажировок. Действительно, это можно сделать. Причем на любых этапах учебы. То есть мы, например, с Сашей попали только в конце третьего, если не ошибаюсь, курса на учебу, точнее, на небольшую, но очень классную ознакомительную стажировку с Японией на 10 дней, которую покрывали абсолютно все расходы. Ну, кроме там авиабилетов, но, грубо говоря, это вышло очень дешево для нас. А программа была очень такая прям активная. То есть мы там были примерно 8 дней, ну, плюс еще периоды переезда. Побывали в двух городах, в Токио, даже в трех. В Токио, Канадзаве, а также еще в город Каго. И нам удалось не только посмотреть город, как туристы, да, но и погрузиться во многие культурные аспекты жизни японцев благодаря этой программе, благодаря, собственно, этому обмену. А в программу вы попали каким образом? За счет хорошей учебы, активного участия в чем-то? Тогда, Александр, как у вас здесь поощрили? Ну, да, но лично мне предложила вот это место сама кафедра. То есть у нас сказали, что вот у нас есть такая стажировка, не хотите принять участие. То есть, да, это было поощрение от кафедры, что вот за хорошую учебу, за активное участие. И, получается, предложили, я посмотрел все варианты, еще что-то, да, это хорошее. Потому что вышло, ну, как сказал Данил, там оплачивали все, ну, кроме авиабилетов. То есть мне с лишним тратами вышло тысяч пятьдесят всего лишь. То есть это реально очень дешево. Самостоятельно поехали потом по такому же пути, там было бы все в разы больше. Конечно, жилье очень дорого там. Да, гостиницы, мы ходили по всяким музеям, то есть экскурсии, это было бы все гораздо-гораздо дороже. Да, очень дорого стоит метро, на самом деле там очень дорого. Там можно проездить сумму, такую же, как ты на самолете заплатил за билет. Если вот самостоятельно в метро ездить везде на дальние расстояния, очень дорогие билеты. Анастасия тоже. Да, да. Мне посчастливилось два раза слетать в Японию. Первый раз было на втором курсе. Я поехала в Японию как раз-таки в город по-братиму Иркутска, в Канадзаву. И там я провела два месяца. Это было два месяца обучения, которое включало в себя и изучение языка, и изучение какой-то японской культуры, различными вещами мы занимались. И кимоно, юкаты примеряли, и ходили там горшочки длинные лепили с японскими сэнсэями. Очень много всяких разных мероприятий было. Настолько много, что спустя месяц обучения мы уже просто очень сильно устали от настолько насыщенной программы, что на втором месяце мы уже прямо обратились, попросили, а давайте немножечко поменьше всяких активностей, нам все-таки хочется отдыхать. Там, конечно, было очень много всего классного. Более того, у ребят, кстати, это тоже было, просто чуть поменьше по времени, подобные программы включают в себя не только учебу, но и проживание в японской семье. У каждого из нас была собственная принимающая семья, и таким образом мы могли на своем же личном опыте посмотреть своими глазами и увидеть то, как взаимодействуют между собой члены семьи. Возможно, некоторые знают, что в японском языке есть три степени вежливости. Вот лично мне попалась... Первая семья моя была такая, что там были два ребенка, родители, еще и бабушка-дедушка. И мне прям было очень-очень интересно, как реализуется языковое взаимодействие между ними, с какими-то степенями вежливости и все такое. Ну, естественно, я все это увидела, все посмотрела, себе на уст намотала, чтобы вот дальше это нести другим людям. И второй раз, вторая моя поездка в Японию была на следующий год, уже на третьем курсе. Тогда нам выслали приглашение, и я поехала на... Как это правильно называется? Корюкай. Корюкай. По сути, это был обмен. Не могу помочь. По сути, это был студенческий обмен. В общем, что это из себя представляло? Из каждой страны приезжало по несколько человек, в общем, по группе студентов. Из России в тот год приехало трое человек из Иркутской области, и еще двое с Владивостока приехали. И, в принципе, все. Были еще студенты, группа студентов из Китая, Кореи. Ну, вот самой в Японии были принимающая сторона. Из Бразилии были пару человек. Возможно, кто-то еще, от которых я забыла. Но вот этот вот костяк был 100%. И тема того года была экология. Мы ездили на различные заводы, нам проводили экскурсии, мы смотрели, как это все реализуется. Ездили на разные там чайные плантации, слушали лекции, и в итоге потом сами устраивали дебаты, принимали участие во всех вот этих вот дискуссиях. А как вот в нашей стране, а как в вашей стране, а как решить вот эту проблему, а может быть, вы нам что-то посоветуете. То есть вот такие вот тоже вопросы решались. Тоже это был грандиозный, на самом деле, опыт, на котором мы немножечко, русские люди, поддержали свое самолюбие. Потому что, немножечко так похвастаюсь, было такое, что с корейскими, с китайскими, значит, с бразильскими группами приехали кураторы. И, возможно, там, конечно, были какие-то несовершеннолетние дети, а может быть и нет. В общем, когда у нас каждое утро были такие небольшие планерки, на которых нам рассказывали, чем мы сегодня займемся, там, кому куда садиться, кому куда идти, планы разрисовывали. Нам все, естественно, объясняли на японском, а потом нам давали несколько минут такой паузы, что ли, во время этих пауз вот эти кураторы должны были на своих родных языках объяснить корейцам, китайцам и так далее, что же от них вообще хотят, какие планы, потому что ребята не совсем понимали. А мы, русские, сидели с японцами, и японцы нам говорят, что русским все понятно. Мы такие, ну, конечно, русским всегда все понятно. И вот мы все такие умные сидели, молодцы. И вот тоже было очень здорово. Еще после этого мы решили немножечко задержаться в Японии и провели некоторое количество времени в Токио. Я не знаю даже, сколько требуется времени, чтобы в Токио посмотреть абсолютно все. У меня это так и не получилось сделать. Ну, так все-таки расскажите нам, что это за профессия такая, лингвист. И вообще, какая специальность, профессия у вас написана в дипломе. И здесь же попутно сразу задам вопрос. Когда вы проговорили про день открытых дверей, там действительно я, если рекомендую ребятам и родителям, я как раз про день открытых дверей тоже всегда говорю. Я тоже ездила один год. Мне очень понравилось мероприятие с большим количеством площадок и так далее. И там я слышала, они говорили, что институт помимо основной специальности предлагает очень много дополнительных профессий. Расскажите, какая у вас профессия, как она называется, и какие дополнительные там есть, и вы взяли для себя, какие дополнительные еще. В дипломах у нас прописано перевод переводоведений в скобочках японский, английский языки. Собственно, что это вообще за профессия? Да, напрямую так и есть. Переводчик. То есть можно продолжить также обучение на магистратуре, получить также дополнительные образования. Ну, переводчик, я думаю, всем понятно. Но опять же, переводчики могут быть разные. Это могут быть синхронный переводчик, последовательный, письменный перевод. То есть можно влиться в профессию разными путями. Было бы, как говорится, желание, а возможности найдутся всегда. Собственно, по дополнительному образованию им на самом деле никогда не гнушались, скажем так, обдавать в институте. И это очень важно на самом деле. Мы с Сашей получили корочки, например, гида-переводчика. То есть мы с ним можем проводить экскурсии на японском языке, в том числе по иркутску, и составлять свои программы. И, собственно говоря, это уже идет, скажем так, дополнительная та вот вепь, которую можно брать помимо изучения языка. У Насти был немного другой опыт. Да, помимо этого, в университете есть возможность дополнительного образования, вообще направленного в различные сферы. То есть это может быть как гид-переводчик. Можно также уйти в изучение какого-то абсолютно другого языка, как одна из наших одногруппниц, которая еще дополнительно пошла учить корейский язык. Бывало такое, что можно пойти на дополнительные курсы перевода в какой-то определенной сфере, то есть там экономический перевод, перевод в сфере нефти и газа, то есть вот такие вот какие-то отдельные сферы, которые, возможно, вас интересуют. И если вы планируете конкретно вот в какую-то сферу углубиться, вы можете пойти на дополнительные курсы перевода, как последовательного, так и синхронного именно в этой сфере. Меня же с самого детства очень сильно привлекало преподавание. Я уже очень хорошо натренировалась на своей сестре и, в принципе, как бы что в школе, что в университете мне доводилось как бы объяснять своим одноклассникам, однокрупникам какие-то вещи. И я решила пойти еще на доп. образование на втором и третьем курсах. Два года я отучилась на преподавателя РКИ. РКИ – это русский язык, как иностранный, и сейчас я могу преподавать русский язык для иностранцев, чтобы, ну, возможно, какой-то непосвященный человек, который не крутится особо в этой сфере, подумать, что, ой, а что такого, ну, как бы я же носитель русского языка, я сейчас пойду и буду учить иностранцев. Нет. То, что мы учимся в школе, и то, как обучают иностранцев русскому языку, это просто небо и земля, это абсолютно разные вещи. То есть этому нужно учиться. Так-так-так-так-так-так. Что-то еще я хотела сказать. Что я хотела сказать? Ну, наверное, добавлю то, что сейчас как раз-таки происходит то самое время, тот самый момент, когда я на полную использую то самое образование, которое я получила. И на самом деле Данил правильно сказал. Здесь вариантов на самом деле много. Было бы желание и было бы старание. То есть хотите чего-то добиться, нужно работать. То есть перевод и, в принципе, знание языков это та самая сфера, в которой нельзя останавливаться. То есть вам нужно будет работать и учиться, и каждый день, возможно, узнавать что-то новое. Никогда не останавливайтесь в своем прогрессе, потому что где-то остановитесь, уже будете позади, уже, возможно, ваши знания не будут как это на сегодняшний день инфицироваться. То есть, возможно, они будут уже частично устаревшими. Поэтому, если вы идете в иностранные языки, будьте готовы быть такими вечными студентами, что ли, в плане изучения языка. На самом деле это здорово. Вот еще в качестве примера, кстати, еще немножечко возвращаясь к стажировкам, если говорить не только про японскую кафедру, но и говорить про другие языки, особенно европейские, среди европейских языков очень сильно распространена программа, которая называется Work and Travel, работой и путешествуй. И вот как раз-таки одна из наших одногруппниц уехала в Америку на каком? На третьем, по-моему, курсе. На третьем курсе она уехала в Америку на лето поработать несколько месяцев там. И она должна была вернуться, но она не вернулась. Она осталась жить в Америке, она там устроилась на работу, пару лет назад она там вышла замуж. И вот, пожалуйста, в принципе, если посмотреть, профессия переводчика открывает для вас просто вот столько путей. Сама прелесть знания языков в том, что вы можете сочетать это знание языков, вот этот вот диплом свой переводчика, вы можете сочетать абсолютно со всем. Наверное, самый, ну да, такой самый популярный путь это, естественно, быть переводчиком, да, вот последовательный там синхронист-переводчик, не знаю, переводчик там каких-нибудь субтитров, то есть вообще очень много всяких разных есть, там, не знаю, те же сурлы, переводчики какие-нибудь. Также можно уйти в преподавание, действительно, это очень-очень хорошо подкрепляет вашу базу, которая у вас уже есть, и после университета она у вас еще возрастает, ваш уровень знаний на много-много раз. Еще, возможно, немножечко так... Ладно, не буду никого судить. В общем, знание языков, девушки, для вас информация. Поможет вам, возможно, выйти замуж за иностранца. Просто у нас есть тоже такой пример, что еще одна наша одногруппница вышла замуж за японца, и сейчас она находится как раз-таки в Японии. Вроде как она там устроилась на работу, я только, если честно, не уверена, куда именно, но как бы возможности есть, и почему бы ей не воспользоваться, да, ты знаешь язык, у тебя еще вот есть там либо муж, либо, может быть, жена, кто-то женится. Это еще одна дополнительная практика языка, и мне кажется, это здорово. И сейчас вот еще тоже один такой есть пример. Та самая девушка-сэмпай, которая работала с Данилом, сейчас она прямо является большим-большим примером для меня, потому что она сейчас работает в медицинской сфере, в медицинском переводе. Она там сейчас супер-купер какой-то прям переводчик-переводчик, и она вот сейчас находится в Японии. вполне себе, хорошо себя чувствует, работает, прям вообще такая молодец, только курочек уже получила, и она прям профи-профи, прям настоящий профессионал своего дела, и она прям вообще молодец. И некоторые еще есть девушки-сэмпайи наши, которые годом старше, которые прямо уехали в Японию, и сейчас там находятся, они не занимаются переводами, они просто работают в японских компаниях. И, наверное, если хотите уехать в Японию, самый, наверное, простой способ – это поехать по какой-то программе туда. Еще один вариант – это уехать работать на какие-нибудь небольшие должности, а потом все вот так уцепляться выше, 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 и развиваться там. Естественно, этому способствует языковая среда, в которой вы, очутяй, оказываетесь. И сейчас несколько наших девчонок уезжали туда работать в отеле, и сейчас, кстати, у них сменились уже места работы, я не особо слежу за ними, но знаю, что места работы уже поменялись. То есть там всякие работы в международном центре, там координатором и все такое. То есть возможности со знанием языка просто вот так. Даже можно просто иметь как первое образование, а на него уже получать второе, любое другое. Так вот, скажите теперь, кто вы, где вы сейчас живете? Лариса Васильевна, можно вопросик ребятам задать? Да, можно, да. Ребята, вот смотрите, вы рассказали, да, о процессе учебы на протяжении всего времени, какие предметы-то еще изучались на курсах, помимо того, что вы погружались полностью в японский, английский был. Что еще, какие предметы, какое, ну, что еще-то изучали, помимо данного этих предметов? Расскажите подробнее. Если говорить про предметы, то, конечно же, это были общеобразовательные предметы, такие как психология, философия, физическая, физкультура и так далее. Английский язык, конечно же, тоже был как второй иностранный язык. На первом курсе у нас была история, то есть в любом случае в язык, скажем так, вводят постепенно, то есть, конечно же, много есть и факультативных языков, точнее, не факультативных, а других предметов, помимо языковых, помимо истории, у нас, конечно же, были все основы перевода, то есть это, скажем так, основное направление, на которое нас держали. Возможно, ребята что-то могут дополнить. История политологии есть у вас? Была такая политология? Ну, если бы не было, было право. Вот, да. Это было право. Различные вещи, связанные вот именно с лингвистикой, то есть там и лингвистоведение у нас было, и Маклакова вела. Телефония, наверное, языкознание, лексикология. Да-да-да, языкознание было, было очень много лекций, и на самом деле, возможно, с первого взгляда может показаться, что такие, грубо говоря, второстепенные предметы, как психология, языкознание, это вроде такие вещи, на которые не особо хочется тратить свое время, и кажется, что они вообще никак не относятся к переводу, они нам просто не будут полезны для практики и все такое. Но на самом деле это очень сильно расширяет наш кругозор, это очень сильно тренирует наш мозг. У переводчика мозг вообще, в принципе, должен работать на максимуме постоянно во время своей работы и во время учебы тоже. И на самом деле сейчас, вот, благодаря вот этим каким-то второстепенным предметам, я, зная японский язык, владея японским языком и английским языком, и вроде как не владея всеми остальными, но благодаря этим предметам я могу при желании, если я услышу какой-то другой иностранный язык, я могу определить, что это за язык, и, возможно, даже смогу определить либо о чем говорится, то есть понять смысл, потому что мы изучаем различные значения каких-то интернациональных суффиксов или там приставок каких-то вот таких, либо я могу по звучанию какой-то грамантики понять, о чем идет речь в плане, например, времени, то есть это говорится о том, что происходит сейчас, или это было говорится о том, что происходило в прошлом, либо в будущем, вот, то есть все предметы, которые есть, нужно использовать по максимуму. Ну, и речь развивает хорошо еще. А дипломная работа писалась уже на японском языке у вас? Нет, нет. Нет, дипломная работа на японском пишется только в японских институтах, имеется в виду, за рубежом. Дипломные работы мы, курсовые дипломные, все писали на русском языке, но обязательно на тему, конечно, связанную с японским языком, либо с переводом, то есть исследования шли именно в сторону Японии. Еще вопросы? Да-да, можно спросить, Наталья. Я все спросила. Все, да? Еще есть какие-то вопросы? Ребята, расскажите. Вот результат вашей учебы. Где вы сейчас? Кем работаете? Где живете? Кто первый? Даниил? Вам право. Я сейчас живу в Москве, работаю в отельной сфере, менеджером в одном из пятизвездочных отелей в центре Москвы. Понятное дело, попал я в эту сферу туристическую, на самом деле, когда начал уже идти на гиперпереводчика и постепенно уже ушел в туристическую сферу, то есть это был такой же абсолютно поиск. Сейчас мне язык пригодится, конечно же, при общении с гостями из различных уголков нашей планеты. Александр, я работаю в одной японской компании, которая сейчас в данный момент находится в городе Ускуд. Это небольшой такой город в Иркутской области. И эта компания помогает строить один из крупнейших заводов в области. Я работаю в этой компании как администратор. Наша компания, она, скажем так, поставляет иностранных специалистов от российской иностранной компании, иркутской нефтяной компании, которая занимается строительством. А я являюсь, скажем так, посредником. То есть я помогаю нашим иностранным специалистам обеспечить им достойные условия жизни и работы. Я работаю как интернациональная компания, то есть у нас есть и филиппинцы, есть индусы, корейцы, естественно, есть японцы. Поэтому мне вот знание языка помогает прям 100%, потому что это мой основной язык работы, это английский. Ну, японский там, когда есть японцы, честно, вообще, повторюсь, для практики, в принципе, чтобы японцам было проще работать. Ну вот, тоже хотела. Спасибо. Два языка, и английский, и японский, нужен, да, в работе сразу. Анастасия. Ну, я, внимательные слушатели могли заметить, что я говорила о том, что мне нравится очень сильно педагогика, преподавание, и, в принципе, сейчас я воплотила свою мечту в жизнь. Я нахожусь точно так же в городе Усть-Кут. С прошлого года я открыла свой центр иностранных языков развития, в котором сейчас на данный момент представлено только три вида языков, но в ближайшее время должны подтянуться еще два. Я являюсь и руководителем, и преподавателем в этом центре. Преподаю английский, естественно, основной запрос на английский. Также, несмотря на то, что это небольшой город, здесь также есть спрос на японский язык. И третье, это, опять-таки, да, привет внимательным слушателям. Использование моего диплома по преподаванию РКИ, русский как иностранный. Очень здорово, что есть такая вот компания, в которой Александр работает. И я оттуда потихонечку-потихонечку перетянула к себе иностранцев, которые захотели изучать русский язык. И вот сейчас практически каждый день мы видим все с иностранцами и изучаем русский язык. Русский язык, как иностранный, это большой запрос вообще в мире. Пусть это небольшой процент людей, которые хотят, но не так много и специалистов. И правильно Настя говорила, что не только русские мы говорящие не сможем научить русскому. Я как специалист, преподаватель английского языка, я не возьмусь брать. Я не возьмусь. У меня были просто друзья, просили научи русскому. Я не возьмусь ни за что, потому что я даже не представляю, с какой стороны там можно подступиться. И как это преподнести, как русскому научить. Действительно, вообще запросы большие. Вот, то есть здесь можно и онлайн работать с любыми людьми, с любого уголка нашей планеты. Здорово. Очень здорово. Посмотрите, да. Вы счастливы? Вы довольны? Сделали бы вы выбор тот же самый, когда поступали? Еще раз. Пошли бы сюда поступать. Тогда я очень благодарна. Благодарна, большое спасибо. Я не завершаю. Я вам желаю, чтобы вы достигли всех своих целей, которые вы себе ставите, все мечты, которые вы мечтаете, чтобы всего достигалось, чтобы было интересно, чтобы изменилась у нас ситуация и могли путешествовать. Я хочу вас попросить дать совет ребятам, которые вас будут сейчас, сейчас, может быть, слушают или будут смотреть в записи. Не только на поступление, на определение своего, своей дальнейшей области деятельности, учебы, не обязательно с языком это будет или плюсом язык будет. А еще, пожалуйста, дайте совет. А что сейчас им можно сделать такого полезного до поступления? То есть у них есть еще у кого-то год, два, у кого-то три, может, даже четыре года, потому что я сегодня приглашала ребят даже с восьмого класса. Вот, но, возможно, они в записи посмотрят, да. На что обратить им больше внимания? Вот, спасибо. Ну, наверное, обратить больше все-таки внимания на внутренние чувства, да, то есть то, чего сам ты хочешь. А если ты не знаешь, чего ты хочешь, не бойся пробовать. Это всегда будет полезно. На самом деле, изучить перед поступлением можно, на самом деле, пройдя вот такие же, ну, то есть посмотрев такие же записи о поступлении, куда, как, посмотрев различные ролики и опыт других студентов, тогда, возможно, получится что-то для себя, найти такого вот, то, что именно по душе. Вот, главное, не бояться, главное, делать то, что велит сердце, не бояться, а главное, ошибаться. Это нормально. И, собственно, быть активным. Вот, ну, немного положений к тому, что сказал Данил. Да, не бойтесь ошибаться. Вот, опять же, на своем примере, то не бойтесь менять свои цели. То есть если вы выбрали сначала одно, вам это не понравилось, то есть вы, скажем так, на себя ощутили, что это не ваше, то вам хочется заняться чем-то другим, не бойтесь менять это. В любом случае, лучше заняться тем, что вам нравится. Это, если вы будете заниматься тем, что вам нравится, естественно, вы будете получать как раз больше удовольствия от работы, ну, и в дальнейшем, надеюсь, что это будет просить больше зарплаты, и больше, пояс больше перспективы для дальнейшего роста. На самом деле, да, Данил, украл мой факт, вот, который я хотела посоветовать. Сейчас, когда ко мне приходят на обучение детки, вот, там, второй, третий класс, первое, с чем мы работаем, это с небоязнью ошибаться. То есть очень многие люди, не только деятельные, взрослые люди, очень сильно боятся ошибаться. Это вот не стоит, не стоит бояться. Вот прям пробуйте, пробуйте. Возможно, вы будете стучаться в одну калитку, но когда-то она откроется. И каждая ошибка – это опыт. И чем больше опыта у вас будет, тем более крутым спецом вы можете стать. Потому что большой бэкгранд, большой жизненный опыт и профессиональный опыт – это, на самом деле, залог успешного развития и залог вашего успешного будущего. Пробуйте все. А еще, я, наверное, вопрос немножко не так донесла. Можно еще задам? Что и на что им обратить внимание сейчас в изучении языка? Вот я имею в виду в глубине, в интенсивности. Вот просто, когда учителя и родители это говорят, это немножечко другое, да. Ну, в общем, мы же как бы заинтересованные люди такие, чтобы научить там, да, загрузить, так сказать, молодежь. А вот вы, как скажете, как язык-то сейчас вот усилить, развить, развить эту разговорную речь, улучшить эту грамматику, вот с вашей точки зрения. Да, я считаю, один из таких самых действенных лайфхаков – это общение с носителями языка. Вот просто огромным плюсом является то, что у Ларисы Васильевны есть очень много заграничных друзей, буквально из каждой страны. И я считаю, что нужно этим пользоваться. Прямо либо через Ларису Васильевну выходить на каких-то иностранцев и общаться с ними по скайпу, в переписке, еще где-то. Выходить на какие-нибудь специальные приложения, где есть возможность общаться с иностранцами, которые, возможно, изучают ваш язык тоже. И в подобных приложениях как раз-таки есть функции того, чтобы носители языка вас там где-то поправляли и все такое. И самое главное – это общаться, не бояться общаться, потому что сейчас, периодически устраивая разговорные клубы, о, вот еще, да, очень хорошее место, разговорные клубы, без разницы, очные, онлайн-разговорные клубы – это все принесет свои плоды. Вот сейчас, периодически устраивая очные разговорные клубы, девочки из старших классов, я заметила, они прям сделали буквально за две сессии, они сделали такой большой шаг в своих навыках говорения. Я прям очень сильно за них рада. И это на самом деле чувствуется, и это будут первые шаги к... такова... к разрушению психологического барьера, да, что вот этот вот ступор, там, а, а, как сказать, а я не знаю, да хоть как-нибудь скажите. Вот хоть как-нибудь сказали, уже начал мозг работать. Поэтому общение с иностранцами – это прям обязательный пункт, который всегда старайтесь воплотить в реальность. И в речи тоже не бояться ошибок. Сказать факта, да, сказать лучше с ошибкой, а не стопориться. Ой, я забыл это слово, да. Не стремиться к идеальности. Хотя, на самом деле, очень классно, ну, рвение быть всегда где-то прям вот идеальненько, но в языке это не всегда работает, то есть на практике тоже не всегда получается. Да и сами даже носители не всегда идеально говорят, не всегда идеально знают свою грамматику. Главное, чтобы вы получали от этого удовольствие, главное, чтобы вам это нравилось. Но если вы хотите добиться высоких результатов, то не учите язык фрагментарно, словами и так далее. Заучивайте фразы, цитируйте свои любимые песни, цитаты, книги, фильмы. Погружайтесь в язык полностью, смотрите на оригиналы сериала, играйте в игры на оригиналы. То есть старайтесь сделать так, чтобы язык окружал вас, а не вы, грубо говоря, окружали его. Игры под запретом. Я же не говорила вам, что этого не говорить. Я шучу, конечно. Спасибо большое за советы. Шучу, конечно. Да, они играют в игры. И на самом деле, общаясь в играх, да, отличные такие обороты берут. У меня тоже юноша сейчас первый курс закончил. Зачастую такими, ну, встречаются у нас такие слова, он раз их знает, а я не знаю. Я говорю, Кирилл, откуда ты знаешь? Он говорит, да я не знаю. Говорит, наверное, в игре, вот там в ситуации, там что-то было вот такое вот, там путешествия какие-то, альпинист чего-то там забирался у нас, я знаю, вот было так. И я такая удивлена. Не знаю, говорит, я их просто знаю. Ну, вот где-то. Да, это отлично. И да, соглашусь со всеми. И в конце еще задам, может быть, есть еще вопросы у наших слушателей. Включайте микрофон и задавайте. Нет вопросов. Ребята, большое спасибо за ваше время, за то, что стыковали мы все часовые пояса, нашли удобное время. Еще раз желаю вам всяческих благ и успехов. Большое спасибо. И я завершаю на этом запись. Вы можете тоже сказать пару слов. Спасибо большое за успешение.